Партия Ильяса в балете «Ассель», который он ставил на сцене Большого театра. Спектакль тоже был интересный по хореографии, необыкновенный в ту пору. Я, конечно, пришел в театр, когда еще работали многие замечательные мастера. Многие из них были еще из периода исторического драм-балета, но уже и уже было новое поколение. Безусловно. Поколение Васильева, Лавровского, Льепа. И, конечно, я, молодой танцовщик, вошел в эту когорту. И, конечно, я счастлив, что я пришел в тот период, когда удивительно интересно творил Юрий Николаевич Григорович. Ну и, конечно, очень интересная работа была над партией Курбского в спектакле «Иван Грозный», который поставил Юрий Николаевич Григорович на сцене Большого театра. Я опять являлся первым исполнителем. Роль для меня очень дорогая. В работе над Курбским мне опять пригодилось вот то знание и то чувство народного фольклора. Вот те руки и тот верх, который нужен был вот этого русского героя. И этот герой мне близок был по характеру, по тому внутреннему настрою, который предложил хореограф. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ После таких премьер я влился в работу над балетом «Спартак». Партия краса, сложнейшая партия. Вместе репетировал в зале с Марисом Эдуардовичем Лиепа, замечательным красом. И вот так учитель и ученик. Я не старался копировать учителя, но я, конечно, я принимал вот тот материал, который был поставлен с точки зрения танцевальной лексики. Но я все-таки искал своего героя. Вообще, я должен сказать, вот меня всегда в жизни интересовала актерская сторона роли. И поэтому в моем репертуаре совершенно вот такие разные роли. Я всегда любил, когда есть роль. Поэтому возникал и Нарсо в ГНР. Я тоже был первоисполнителем Нарсо. Это совершенно другой герой, с таким немножко восточным темпераментом. Я не могу не вспомнить интереснейшую работу. Павел Первый, поручик Киже. Вот здесь шел поиск грима. Я посмотрел литературу обязательно. И мне хотелось его почувствовать тоже. Сделать каким-то немножко другим, немножко уже с элементами гротеска. Я первый исполнитель Клеона партии в Икаре. Застренный герой, совершенно с такой необыкновенной лексикой. Немножко все время на приземленных ногах. Это герой такой отрицательный. Это такой должен нести внутренний страх и внутренний такой посыл. Такой балет индийская поэма. И, кстати, в этом спектакле я тоже был первоисполнителем. И исполнял роль Харуда. А индийский танец, в нем большое значение имеет положение рук. Особенно большое значение имеет кисти. И вот я знаю, что каждое положение пальцев, всего это есть разговор. И даже глаз. Это есть разговор. Мне очень близки были современные герои. И поэтому я не могу не вспомнить работу над балетом «Ангара». Я не могу забыть те чудесные адажио, лирические, романтические. Вот ту любовь к моей героине, к Валентине. И вы знаете, я в это верил. Я был молодой, современный человек. Это была любовь. Это были взаимные какие-то чувства очень интересные. Что для актера важно? Для актера важно, вот если на тебя даже поставлена хотя бы в твоей творческой жизни одна роль, то есть ты являешься его первоисполнителем этой роли. Это, конечно, дорогого стоит, как говорят. И вот, но у меня было таких много работ. И, конечно, вот мне посчастливилось, конечно, участвовать и в «Лебедином озере», вот в той новой постановке, которую сделал Юрий Николаевич. И я был первоисполнителем партии «Злого гения». Впервые Юрий Николаевич придал вот этой роли «Злого гения» какую-то необыкновенную динамику. И с технической точки зрения партия была сложная, потому что возникла уже вариация на балу, возникли очень интересные танцевальные монологи. И партия получилась очень большой, и очень сложной, и очень насыщенной. И практически это партия, которую уже исполнял классический танцовщик. КОНЕЦ Если говорить о своей жизни, очень большое значение имеют, конечно, в первую очередь и школы, педагоги, театр, и те личности, с которыми ты встречаешься, те хореографы, и, конечно, наверное, вот та среда, та домашняя среда, в которой ты живешь. Я, конечно, благодарен тому, что у меня всегда есть поддержка. Поддержка очень настоящая и большая. Это, конечно, в первую очередь мои родители, конечно, моя дорогая и замечательная супруга. А супруга – прекрасная солистка Большого театра Татьяна Попко. Она из интересной балетной семьи. Ее папа Николай Попко. Замечательная была такая тройка. Радунский, Поспехин, Попко. Они вошли в историю балета постановками таких спектаклей, как Алая Паруса, Светлана, Аистенок. Я преподаю в Большом театре уже многие годы, являюсь педагогом-репетитором Большого театра. Педагогика для меня – это вообще практически вся моя жизнь. Потому что для меня и класс, для меня ведение репетиции – это как бы продолжение моей театральной жизни, даже сценической жизни. Я стараюсь быть действующим педагогом. Я стараюсь все показывать. Для этого я себя стараюсь держать в хорошей физической форме. Вот с 89-го года началась моя какая-то международная педагогическая деятельность, довольно успешная. И вот за эти годы я уже преподавал во многих замечательных трупах мира. Это Италия, Ля Скала и Гранда Перра театр, и датский королевский балет, и, конечно, английский королевский балет, в котором я и по сегодняшний день постоянно работаю. Конечно, это великое счастье. Конечно, это великое счастье, великая радость. И, наверное, для этого стоит жить и творить. Спасибо.